Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как мы вам и обещали, сегодняшний репортаж посвящен визиту австралийской делегации святых нашего проекта. Минские офисы, 15 конструкторских бюро, занимающихся разработкой всех компонентов прорывных транспортных технологий. В самом начале своего пребывания в Минске делегация преподнесла Анатолию Эдуардовичу Юницкому подборку австралийской прессы с публикациями о его струнном транспорте. А после подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации инженерами, впервые прибывшими в Минск, была допущена в святая святых. Гости прошли по всем этажам офиса Skyway, ознакомились с работой 15 конструкторских бюро, дизайнеров, маркетологов и архитекторов. Наши гости своими глазами увидели проведение компьютерных тестов в 3D, работу над охранным модулем, наладку разборного макета путевой структуры с действующими моделями подвижного состава, проектированного для демонстрации на выставке InnoTrans 2016 в Берлине, и даже покатались на Юнимобиле с проектированным в закрытом акционерном обществе струнной технологии и построенным на опытно-экспериментальном производстве Unidus. Это своего рода промежуточное звено между уменьшенной действующей моделью и реальным подвижным составом, на котором отрабатывается применение мотор-колеса Skyway и системы управления. Роду и коллегам был представлен разработанный концепт-проект пассажирской линии для университета Flinders, и обсуждены еще несколько адресных проектов, в том числе двух грузовых линий длиной по 50 и 100 км каждая, а также возможность строительства тестового участка, аналогичного одной из линий экотехнопарка, в качестве пилотного проекта для Австралии. Так что велика возможность осуществления сразу нескольких адресных проектов одновременно. Было обсуждено акционерное соглашение, включая механизмы финансирования пилотного проекта или проекта. В стратегии продвижения проекта в Австралии совместно с его маркетинговой командой, а также распределены роли и обязанности белорусской и австралийской компаний. Родхук, Анатолий Юницкий и Виктор Бабурин, все высшее руководство Skyway Transport Australia обсудили структуры, уже начавшие свою деятельность компании и способ организации ее работы с разных континентов, для того, чтобы наилучшим способом продвигать, защищать и реализовывать ту интеллектуальную собственность, совладельцами которой являются все инвесторы проекта Skyway. Была определена и роль инжиниринговой компании, которая будет отвечать за установление соответствия нашей технологии австралийским стандартам. Впереди наших гостей ожидало самое интересное – визит в закрытые цеха опытно-экспериментального производства Unibus, где в режиме строжайшей секретности ведется работа над созданием полномасштабных моделей и промышленных образцов подвижного состава Skyway. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv-deficit-systems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда мы покажем вам, как и нашим австралийским партнерам, все доселе закрытые разработки нашего опытно-экспериментального производства. Строй Skyway! Спасай планету! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова